друзья всем привет всех вижу всем машем ждем сейчас подключение александра александр георгиевич здрасте слышно нормально хорошо меня слышно тебя слышно но у меня такое ощущение что ты как-то далековато и как-то в нижней части кадра есть у тебя возможность как-то это перенастроить но чтобы тебя в смысле да чтоб тебя было видно и чтобы ты был как-то повыше потому что акте будет вот идеально вообще прекрасно просто супер на фоне горящего кабина просто замечательно я ну во первых я благодарю тебя за то что нашел время в своем графике потому что я понимаю что сейчас такой период когда но у нас у всех стало достаточно много интересной работы и не всегда получается наверное даже вот так вот выделить какое-то дополнительное время так что спасибо большое за то что у тебя такое время нашлось ну и я вижу что у нас народ подключается и достаточно быстро причем география у нас тоже достаточно большая у нас география я вижу и россию и казахстан и грецию и израиль даже да ну да круто круто ну что если позволишь тогда наверное давай перейдем к нашему разговору я не хочу чтобы это было прямо интервью но у меня все таки есть несколько вопрос можно конечно но если меня только слышно а посторонние шумы тоже слышно здесь у меня вообще-то нет звукоизоляции нормально но я тебя слышу хорошо друзья у кого еще кто-то слышит посторонние шумы напишите в коментах пожалуйста самара самара татьяна амельченко у танечка привет я к сожалению на таком расстоянии не вижу кто подключается и сам тоже что-то не позаботился надо было хоть какой-то лактопчик взять сюда ну да но мы следующий раз если что-то такого будем делать то придумаем звук отличный всем все нравится все замечательно и посторонних шумов тоже нет но я тоже так настраиваю чтобы было нормально ну что у меня на самом деле тут за несколько вот эфиров которые получились уже создалась своя традиция и ты знаешь я по традиции всех своих гостей спрашиваю об истории нашего знакомства нашего с тобой да я не хочу портить эту традицию расскажи пожалуйста об истории нашего знакомства это была замечательная история просто превосходная история вся она ну началась наверное с моего еще рождения но в семьдесят девятом году до произошел такой счастливейший момент когда мы с тобой познакомились когда ты появился на свет и я это прекрасно помню этот день но я конечно тогда был совсем молоденький а вот и даже так несколько у меня были какие-то такие чувства чуть-чуть стеснялся что я вроде такой уже ну с одной стороны дядька в десятом классе учусь да и вдруг у меня мама беременная там рождается брат ну детские глупости но потом еще так сложилось что мы прям когда тебя из роддома забирали я уже тогда начал чувствовать прям какое-то ну не знаю понятно что особо нежность наверно какую-то да но при этом у меня были планы наполеоновские что я буду прям очень плотно заниматься с тобой по что какое-то время мы были в челябинске и не было того плотного графика но тем не менее мы жили все вместе и я не сказано рад что у меня есть ты есть брат и что мы вместе что мы не в разных странах что мы не порозили а мы сейчас теперь не только вместе мы теперь еще и вместе в одном бизнесе и тем для общей но у нас все теперь общее даже темы и профессиональные и те общие это превосходно совершенно я этому очень не сказано рад я тоже этому очень сильно рад и очень рад что наше такое вот знакомство состоялось но а про то что сейчас тема у нас вообще да у нас же был какой-то такой период когда мы как-то ну с каждой своим делом занимались и это несмотря на то что мы очень часто виделись ну как часто ну там раз в неделю раз полторы недели раз в две недели обязательно созванивались конечно но при этом прибегал на работу у тебя были командировки ты уезжал приезжал там испытаний так далее я тоже сам в м тоже приезжал уезжал у меня тоже были командировки поэтому настолько плотного общения сегодня мы в день контактируем по нескольку раз это правда да мы контактируем несколько раз в день и у нас все темы общие мы смотрим в одну сторону мы воодушевляемся похожими вещами у нас одно направление по жизни я считаю что что может быть лучше согласен хорошо у меня и тогда вот следующий вопрос раз уж мы заговорили о делах ты успешный предприниматель уже на протяжении много лет у тебя огромная команда то есть ты лидер большой команды причем это но это уже не только предпринимательство это уже и менторство и наставничество и интересно что ты являешься метрам даже даже для тех людей которых ты не знаешь да то есть многие люди они вдохновляются каким-то образом они значит обращаются к тебе к твоим выступлениям твоим мыслям вот скажи как ты оказался вообще в этой точке как ты к этому пришел через какие там жизненные может быть карьерные какие-то стадии как это все происходило потому что мне всегда интересно узнать вот у какого-то успешного чек как он там оказался он же не с неба туда свалился сразу бамс и успешный причем там в конкретной там индустрии или в конкретной сфере как это было у тебя ну во-первых ты абсолютно прав что никто никогда не свалился на гору на вершину успеха с неба все туда поднимаются и подъем на вершину он всегда совершенно во всех случаях касается это нашего бизнеса другого бизнеса какой-то карьеры профессионального роста это всегда нелегкий путь это путь который всегда связан с испытаниями я могу сказать что вот я когда с вами познакомился на самом деле у меня были такие как сказать лихие такие мысли по поводу того что ой фигня война я с этим бизнес точкам справлюсь на раз-два мы тут такие вещи мутим серьезные по жизни а эту фигню вот сейчас тут раскусит я собирался за первый год становиться бриллиантом в бизнесе причем я был совершенно убежден что абсолютно для меня реально амбиции не хватало будь здоров и когда я услышал всю эту схему я просто спросил что какой бриллиант мне сказали 6 линий по 21 проценту в моем представлении 21 процент это была команда из 43 человек по крайней мере я себе такой маркетинг план составил я сказал слушай я сам запишу 6 рыб и сам под них зафигачиваю всех остальных 43 и стану бриллиантом за один год но прошло 24 года с той пары и конечно мое видение очень сильно изменилось изменилось именно благодаря этому бизнесу в том числе потому что это деятельность как мы любим говорить антропоцентричный бизнес и это бизнес если ты им серьезно хочешь заниматься то ты будешь углубленно изучать и бизнес и взаимоотношения с людьми будешь в этом разбираться и еще раз говорю что не бывает легких путей никогда это не называлось бы успехом да если бы это было всем доступно и абсолютно легко вот вышел любой на улицу перед ним раз красная дорожка разделилась розами посыпали с двух сторон и он пошел значит победным маршем по этой дорожке и пришел к успеху тогда не было таким бы ценам успех его ценность как раз в этом и состоит что к нему ведут через преодоление через препятствия через личностный рост через какие-то внутренние барьеры и безусловно и в этом бизнесе мне тоже пришлось расти и сталкиваться с тысячами ситуаций которые сейчас даже трудно всех вспомнить тем не менее были трудности были разочарования были какие-то моменты такого длительного плато когда бизнес не рос и мы искали натужно пытались понять что же как бы виновата потому что нельзя сказать что мы бездельничали мы никогда не бездельничали но всегда вот и искали потом ответ на этот вопрос почему мы не растем ну вас вообще если лишь о личной жизни и бизнесе стадии были самые разные но во-первых да я вот об этом говорю совсем далеко началось все и совсем далеко начинать то я считаю что я везунчик вообще потому что мне везло с учителями это самое главное ну начиная скажем от семьи от родителей и от моей бабушки уроки которые до сих пор вспоминаю и ценю по жизни самые такие очень практичные такие житейские которые многому-много меня научила и продолжаю уже учителями в школе где они обращали на меня внимание и как-то старались мне дать больше материала чем в принципе было в рамках школьной программы подсовывали какие-то книжки читать я очень рано там не знаю в возрасте 12-13 лет сколько лет прошло да я уже читал там тренинг аутогенные тренировки подсознание все такое прочее это естественно наложило серьезный отпечаток я говорил про посторонние шумы серьезный отпечаток на на моё формирование как личности да потом я там стоял во всяких тоже комитетах учебных комсомольских и вот это вот активная такая жизненная позиция и общение они безусловно меня формировали потом после окончания института аспирантура кстати тоже была большая школа причем потому что мы там учились я конечно мальчишкой совсем поехал в аспирантуру мне было 20 лет 21 год я закончилась тут поехал в аспирантуру в чужой город но там пришлось учиться ставить задачи их решать вот там оно было уже по взрослому во-первых далеко от дома самостоятельно общежитие общение общение хорошее качественное вот это еще один этап такой серьезная наука тоже сформировала во мне определенные навыки когнитивные навыки именно умение ставить цели и двигаться к ним методично потом следующий этап конечно это переезд в грецию это очень серьезный шаг но по молодости такие шаги делаются достаточно легко и безрассудно мы поехали ничего не боясь 30 лет я приехал в грецию и но сам переезд ровно 30-летие было да это то есть это подожди это было когда впервые вы приехали в грецию уже с наметкой на то чтобы переезжать еще моложе я уже в 30 лет полностью переехал на постоянное место жительства уже оформившись подготовившись уже купил жилье то есть в 30 лет я уже приехал ну грубо говоря упакованный в грецию бизнес и имея какой-то доход а вот но сам переезд и вся вот эта адаптация потом достаточно тяжелое испытание психологически я был противником переезда сначала почему потому что я всегда держался за знание языка за свою специальность за науку за все и думала кем я буду там другой стране не знаю даже языка греками по гречески все но не разговаривали и конечно вот этот адаптационный период для меня был очень жестким потому что я видимо человек самолюбивый и мне было очень унизительно разговаривать как попало без склонений без падежей без окончаний я страдал невероятно хотя все меня хлопали по плечу одобряли что ты что ты вот но я это понимал что разговаривать безобразно а меня это очень угнетало но такие периоды тяжелые были и адаптация к новому менталитету в любом случае это тоже вещь непростая это тоже закалка кстати это все этапы это все ступеньки вот эта закалка характера когда ты на самом деле как за слово закалка она вообще откуда происходит как закаляю встань и и сначала значит в полымя до разогревают этом в горне на жуткой температуре на жутком огне а потом в ледяное там или в масло там вот это и есть закалка закалка это испытание закалка это из огня до полымя вот таким образом ведь самых разных закалок и потом бизнес которым мы занимались это тоже была для меня очень жесткая закалка почему потому что это был экспорт-импорт и лихие девяностые не было никаких не договоров никаких гарантий никаких там банковских печетов гарантий защиты ничего все делалось тупо на честном слове на слепом доверии без подписания бумаг ну по крайней мере у меня на обычном тетрадном листочке мне выдали значит написаны от руки характеристики квартиры которые покупают 2 квартир даже две квартиры покупал объединял вот и и так я чеку носил деньги в руки не беря с него не попросив никогда никакого даже документа что я ему отдаю немаленькие деньги вот так я жил в то время то степень доверия была на уровне сумасшествия полного вот но за за какое-то доверие я поплатился какое-то доверие мне сослужило очень большую службу например доверие к человеку который занимался стройкой нашего дома это перелилось потом дружбу длительную и когда мне нужно было я сегодня могу к нему обратиться по любому поводу потому что вот такие отношения сложились а в бизнесе там конечно за доверие я поплатился очень жестко и когда в один прекрасный день мы нарабатывали до 30 там 3 34 лет все что мы заработали очень активным таким трудом она все сгорела прогорела и остались еще и счетчики за долги которые мы занимали деньги хватали на право на легку что обороты росли своими деньгами уже не справлялись занимали деньги и бизнес был очень жесткий и рискованный и в итоге все это сработало вот так не очень радостно но при этом вот я никакие ничего совершенно смело могу сказать и честно открыто что я не жалею не жалею почему потому что этот урок для меня был очень мощным уроком и вот сейчас мы уже ближе к профессиональному подбираемся я обратил внимание вот я сколько ярких таких личностей знаю видел вам вы за вне амве да я почти не видел людей у которых все прям так гладко все так мягко обязательно у каждого человека были какие-то драмы почему многих достаточно серьезные драмы и именно проходя через вот такие очень серьезные драмы люди формировались в серьезные личности и по этому поводу мне всегда нравится выражение что боль тела нужна чтобы выжить а боль души для того чтобы состояться классное выражение кстати да люди которые живут когда кругом тишь гладь и благодать но это все что взять растение постараться вырастить его в теплице вот в тепличных условиях вряд ли у тебя получится создать какой-то там образец такой стойкий там прямо наполненный жизненными стоками он будет наполненный на водой там чем-нибудь еще не знаю этот образец но это не будет стойкий и выносливый а вот в дикой природе да вот в жестких условиях там уже селекционируются такие виды животных и растений но это купаль провожу и поэтому когда у тебя жизнь как теплица то вряд ли вообще-то ты готовишь себя к успеху а именно когда я не говорю о поиске специальном поиске трудностей то есть я не за глупость но при этом трудности нужно любить трудностям нужно быть благодарным потому что именно они делают из тебя того кем ты становишься если ты идешь успеху именно вот эти вот трудные моменты они очень сильно влияли на то что формировался характер формировалась умение не отчаиваться даже в очень трудных ситуациях со временем появился просто уже обычный житейский опыт убежденный чтобы не происходило это никогда не смертельно совсем можно справиться и даже когда вот такие большие удары в момент конечно когда с тобой случается сначала паника и кажется что земля уходит из-под ног и мир вообще закончился но когда ты это преодолеваешь у тебя создается мощная там я не знаю нейронная связь а в своем сознании подсознание что косы это тоже не смертельно косо совсем можно справиться и начинаешь двигаться вперед смелее но и потом бизнесе уже вот я говорю что у нас тоже не все было в латте то есть мы сначала стартанули очень бойко и бодро и успешно потом застряли на каком-то этапе потом очень долго пытались найти причину потом снова вышли из этого застревания потом сделали еще один рыбок но вот разные партнеры приходили разные люди разные сумма разныеeger взаимоотношения были легкие взаимоотношения были сложные взаимоотношения которые тоже нас загалять эти взаимоотношения все как раз и есть ответ на твой вопрос как мы пришли к сегодняшней точке которые пришли через а сколько лет сколько лет тебе было когда вот высвыли аноре уже начали в новом предпринимательстве то есть вы стали строить бизнес с Amway и как-то развиваться по-новому? 32. 32. Ну... То есть вы были, в общем, то, что сегодня называется U35. U35, как раз мы самые были типичные представители U35. И я, конечно, хоть ты мне не задавал такой вопрос, но я почему-то на него отвечаю, я не считаю, что... Не могу сказать, что вот есть прям определенный какой-то тип или типаж человека или личности, который хорошо подходит к нашему бизнесу. Но тем не менее, тем не менее, с определенной оговоркой я бы сказал, что у человека хорошо, если есть уже какая-то зрелость. То есть он уже что-то в жизни попробовал и неплохо было бы, если бы он уже вкусил первых разочаровать. Вот. Чтобы он понимал, потому что очень часто юношеская такая пылкая, ну вот именно пылкость такая, да, романтизм. Многие совсем молодые люди, которых я встречаю, они думают, что а, там, фигня, война, вон смотри, кругом все миллионеры, они становятся по Гавайям, отдыхают на машинах, крутых ездят, и я завтра так же смогу. Вот. Но эта наивность, она все равно где-то должна разбиться о какие-то жесткие углы. Вот. То есть человек должен пообтесаться немножко и ни в коем случае не разочароваться, но обрести определенно уже такое более более практичное, может быть, я не знаю, более реалистичное видение жизни. И уже на базе этих знаний, этого опыта, он может тогда лучше оценить предложение нашего бизнеса, бизнеса Amway. Тогда он более подготовлен к своим жизненным опытам, чтобы правильно взглянуть и увидеть, в чем же ценность этого бизнеса. Для меня, например, было абсолютно очевидно, что у меня бизнес, приносящий мне сегодня доходы, и жуткий головняк. И я честно скажу, я не любил то, чем я занимался. Это ты говоришь про коммерческий свой бизнес, про экспорт-импорт. Я говорю про экспорт-импорт, потому что доходы у нас были, но при этом был жуткий головняк. И я все равно, все время, знаешь, я думал, как это все-таки муторно и как это невыносимо постоянно жить в таком жутком стрессе. И как было бы хорошо без стресса. И когда мне стали говорить про бизнес Amway, я его и не поверил, и не принял вначале. Но тем не менее, вот это вот качество, что здесь все-таки не нужно рисковать, оно было первым таким самым привлекательным для меня моментом. И стало крючочком, за который я потом долго держался. Не отказался полностью от этого предложения, не отмахнулся сразу. А вот видишь, что-то в этом предложении было, что все равно у меня в голове засело. Это вот без риска. И в итоге оно и сыграло ключевую роль. То есть я уже имел свой опыт риска, я имел свою боль, связанную с риском. И поэтому, когда пришла деятельность, свободная от риска, она вот именно этой стороной сначала мне и приглянулась. Ну, а вот в этой уже, вот в новой главе вашей жизни, когда ты уже начал, когда вы с Иоанной уже начали сотрудничать с Sunway, когда вы уже начали строить вот этот вот новый для вас тогда бизнес, вот там какие фазы были? Вы же достаточно быстро, по-моему, стали развиваться. То есть у вас такой был скачок, ну, хороший в начале. Я почему спрашиваю, потому что у многих людей возникает этот вопрос, а сколько времени надо для того, чтобы уже вот начать какие-то серьезные деньги зарабатывать в предпринимательстве? А как быстро можно к этому прийти? И вот тут, ну, как бы, вариантов-то ответа, наверное, много. Как это было у вас? Ну, с вариантами я так скажу. Всегда, когда люди спрашивают у меня по поводу, насколько быстро можно это сделать, мне всегда хочется сказать, что я не видел твоего шага. То есть вот это вот ста притча, когда идет путник по дороге, проходит мимо старика, старик скопил до ближайшего города, а старик молчит. Он ему дважды этот вопрос задал, старик промолчал, он посмотрел, странный старик, махнул головой, пошел дальше. И через 10 шагов старик ему вслед кричит, полтора часа пути. Он развернулся, удивился и сказал, что ж такой странный-то? Что сразу-то не ответил? Он говорит, я не видел твоего шага. Вот поэтому я не могу никому гарантированно сказать, сколько он будет идти до ближайшей своей точки, мечты, цели, уровня, который он себе намечает. Потому что я не знаю его шага, насколько он готов, как личность, насколько он подготовлен, какие у него есть внутренние качества, настойчивость, целеустремленность, самодисциплина, организованность. От этого все будет зависеть. А сам бизнес, поскольку сама теория бизнеса это наипростейшее, наипростейшее, освоить его и понять может совершенно любой человек с интеллектом ниже среднего. Я извиняюсь за такие слова. То есть понять это вообще несложно. А вот уже реализовывать, это уже совсем другой вопрос. Я знаю людей, которые делают 21% за 4 месяца, делали и у нас это происходило. Сами мы сделали за 6 месяцев 21%. Ну это первый такой заветный уровень, в котором все стреляют. Есть люди, которые делают это 8 лет, у меня есть люди, которые до сих пор за 20 лет его не сделали. В моей же команде. Чего греха таить. Поэтому, но это еще зависит очень много от того, какие цели и задачи перед собой человек ставит. Но если человек прямо непосредственно и сфокусированно мечтает о 21%, то я считаю, что самый оптимальный срок, при условии, что мой партнер, там новенький, или кандидат, который хочет начать, он будет делать все по системе и будет очень послушный ученик. И пусть это слово никому как бы не режет слух, абсолютно необходимо быть послушным учеником для того, чтобы быть успешным. И вот в этом плане наша тоже внутренняя самодисциплина и организованность, она сослужила вот очень такую большую службу. Почему? Потому что я вот знаю, я хоть и горделивый, да, и мной управлять практически невозможно. То есть меня невозможно прогнуть. Вот. Я буду делать, но, но, параллельно с этим, вот как это парадоксально не звучит, когда я по собственному желанию, вот, по осознанию необходимости понимаю, что что-то нужно делать, я готов подчиняться. Я готов подчиняться и буду делать все, как мне говорят. И поэтому вот это нам очень помогло, потому что все, чему нас учили наши спонсоры, мы все выполняли в точности. В точности. Нам говорили, что нужно быть на каждой школе, там, ну, у кого это называется open meeting, у кого называется школа, у кого там называется информационный вечер, нам говорили, что нужно ходить на каждую, что не бывает, там, по выбору. Мы задавали вопросы, а что будет в следующий раз? А нам говорят, какая тебе разница? Ты же все равно придешь. Вот так. Достаточно жестко. Но давали понять, что здесь нет такого это буду, это не буду, то хочу, все не хочу. Есть определенная система и она обязательно, если ты хочешь добиться успеха. Это вообще-то правило для любой деятельности. В любой деятельности есть система и в любой деятельности успех проходит только при соблюдении этой системы. Я об этом как раз хотел сказать, что это не что-то специальное, там, что в любом роде предпринимательства тем более и вообще в любой профессиональной деятельности существует определенный регламент, существуют определенные правила, которым надо следовать. Вообще, в учебе, в любой работе, в любой профессии есть четкие определенные требования. И когда человек согласен подчиняться, выполнять эти требования, то у него есть все шансы стать успешным в этой отрасли, в этой профессии. Когда человек говорит, это хочу, это не хочу, здесь буду, здесь не буду, это для меня слишком далеко, это для меня слишком трудно. Вот это и есть главная причина неуспешности людей. Не только в нашем бизнесе, еще раз говорю, а ведь ничего бы это ни касалось. Когда люди не умеют вот эти свои хотелки, потому что хотелок-то много, и хочется всего и сразу, хочется в кино пойти погулять, и выпить там, и отдохнуть, и на море, еще чего, еще хочу заработать миллион, и все одновременно. И когда человек не умеет все эти хотелки на какое-то время подчинить определенному регламенту, определенной дисциплине, для того, чтобы сначала сделать выхлоп хороший, сначала получить какой-то сильный мощный результат, а потом реализовать свои хотелки. Вот это люди, которые мечутся туда-сюда, ищут себя по жизни и никогда не найдут, потому что они не с той стороны ищут. У меня такой еще вопрос промежуточный, в процессе того, как ты говорил, возник. Ты сказал, что ты был очень горделивый, а были у тебя какие-то авторитеты, вот ты на кого-то ориентировался, потому что людям-то горделивым достаточно сложно, которые сами все знают лучше всех, вообще, где бы то ни было что-то выстраивать. И как ты этот вопрос для себя решал? Ну, это действительно, ты очень правильно ставишь вопрос, с одной стороны, это так, с другой стороны, парадоксально, но все-таки я, вот я говорю, я прислушался к спонсорской линии. Хотя, еще раз, ты верно, абсолютно, говоришь, что это очень сложно, потому что, как правило, сложно, вот нет ощущения авторитетности чьей-то, потому что гордецы, они в основном на себя сориентированы и там из своей головы все соображают. Нет, тем не менее, у меня всегда при этом присутствовала способность, и она никуда не пропала, восхищаться людьми. Вот, когда у меня есть что-то, я с удовольствием и всей душой этим человеком восхищаюсь. И вот такие люди были, и в этом плане я опять везучий, когда говорю, что мне везло на учителей. И здесь, в этом бизнесе, мне тоже повезло на учителей. И хотя, мой непосредственный спонсор, она не была для меня ни авторитетом, ни там, ни ментором, ни в каком смысле, но все, я к ней относился достаточно, как бы это сказать, ну, душевно, да, вот так, душевно, я не считал авторитетом, но при этом я с ней относился снисходительно и душевно. Она все равно прислушивался к тому, что она говорит. А уже, конечно, таких людей, как Трамик Бриллиантов, с которым я там познакомился, Клаудио Хагда, то есть он там, Янгий, личности. Я уже не говорю, там, Макс, когда мы уже с Максом лично познакомились, и я стал получать какие-то уроки уже из его уст, слушать его выступления Макса Шварца, это вот люди, которые реально, ну, я хочу сказать, и Вернер Хердеген, наш, гляд, администратор, это люди, которые влияли на меня действительно с глубиной своих знаний, мудростью, то есть я, вот, вот, наконец-то я понял, в чем вопрос. На меня не столько действуют регалии этого человека, то есть на меня погоны впечатлений не производят. Вот если он генерал, вот, то я не согласен только из-за этого его считать авторитетом. Но если он яркая личность, даже если у него нет погонов, то тогда он действительно меня восхищает, он может быть для меня авторитетом. При этом хочу сказать, что я уважаю, ну, если брать наш бизнес, я уважаю каждого успешного человека, вот, каждого. Я знаю лично, там, десятки бриллиантов, они все очень разные, и многие из них, вообще, не мой типаж, и мне не подходит, я бы никогда не стал с ними дружить, например, да, вот, или там тесно общаться. Но при этом я без, безусловно, и безукоризненно их всех уважаю. Потому что бриллиантом, кто бы он ни был, как бы он ни шел, случайно не становится. Если бы он сделал этот уровень, значит, он приложил огромное количество усилий, значит, он построил большой бизнес, он поработал с большим количеством людей, и это уже в моих глазах заслуживает огромное уважение. А вот с авторитетами... Круто. То есть для меня авторитетность, это не столько чин человека и иерархия, а сколько, кто он такой сам, что он из себя представляет. И тогда я с удовольствием готов его иметь в качестве эталона, ментора и так далее. Спасибо. Тут параллельно поступил такой вопрос, что сподвигло на изучение психологии еще в 12-летнем возрасте, и с чего начались такие книжки. И помогают ли эти знания ведению бизнеса сейчас? Это у нас вопрос, я так понял, из Казахстана, я не уверен. Наверняка, но по-моему, из Казахстана. Я абсолютно убежден, это мое глубочайшее убеждение на сегодняшний момент, что человек является производной своего окружения. Поэтому что сподвигло, сподвигло именно окружение. Вот почему так важно попасть в среду. Это вообще задача задачи. Окружение будет тебя формировать. Вообще, по большому счету, если брать уже психологию, то человек является производной производной от всех его социальных связей. Вот кто такой человек. Не сам по себе Иван, и не сам по себе Александр, а то, что получилось в результате пересечения всех социальных связей, которые в этой истории участвуют. Вот это и есть тот самый тип личности, то, что мы называем. Не существует такой личности самостоятельной и так далее. Поэтому никаких, это не личные мои какие-то потуги, а именно влияние среды. Были такие учителя, которые меня мотивировали к этому, стимулировали к этому. Они мне давали эти книги, не я их просил. Вот как важна среда. Вот почему очень важно общаться среди людей, у которых ты можешь учиться, у которых ты можешь что-то взять, у людей, которые лучше тебя, у людей, которые умнее тебя. Это архиважно вообще по жизни. Если их таковых нет, вот прям под рукой, тогда книги. тогда те же люди в виде их произведений. Да. Это такое общение. Что касается психологии, это наверное в большей степени просто моё жизненное кредо. Это просто то, что мне очень нравится. Это то, до чего я жадно любопытен. Это не означает, что для того, чтобы продвигаться в этом бизнесе, необходимо там как-то глубоко разбираться в психологии. Но в принципе, чтобы продвигаться в жизни, очень даже неплохо понимать, как люди действуют, почему, на основе чего принимают решения, как взаимодействовать с собой, как возникают конфликты, как решаются конфликты. Всё это, конечно, психология. И то, что я люблю этот предмет и не остановлюсь никогда изучать всё это, вот это моя жадность до знания, оно, конечно, видимо, что-то даёт. Я уверен. Прекрасно. И вот отсюда вытекает, наверное, следующий логический вопрос. Дело в том, что вот все твои выступления, ну, не все, очень многие, как минимум, твои выступления, они, ну, вот я знаю, что очень часто люди там слышат Александр Домидис, они сразу такие, о, у него там классное выступление по постановке цели, там, по мотивации. То есть, это так или иначе какие-то вещи, которые имеют отношение напрямую именно к внутренним психологическим процессам. И вот если спрашивать про мотивацию, как ты считаешь, действия возникают из-за мотивации, то есть нужно сначала замотивироваться и потом начать что-то делать, или наоборот. И у меня очень практический вопрос, я просто сразу, если позволишь, дополню его, потому что очень часто бывают люди, которые ищут вдохновение. Вот он там или она ищет вдохновение. Или человек, допустим, посмотрел какое-то мотивирующее, опять-таки, это касается не только нашего бизнеса, всего чего угодно. Человек посмотрел какое-то мотивационное видео вечерком на ютубе, зарядился прям конкретно, все, загорелся, утром проснулся, куда делась мотивация? Ну, в общем, вот как-то так. Действия из мотивации или мотивация из действий, или как вообще все это происходит с твоей точки зрения? Вот смотрите, есть такое известное выражение, которое все используют, что в здоровом теле здоровый дух. А я, например, всегда говорю, что действует и в обратном порядке точно так же. У здорового тела здоровое тело. Действует в оба конца. То есть, если ты начинаешь заниматься своим душевным состоянием духовным, то это, безусловно, позитивно влияет на твое тело, тело оздоравливается. Если ты начинаешь оздоравливать свое тело, это влияет на твою психику. То же самое, вот ответ на этот вопрос с мотивацией действует в обоих направлениях. Действует и так, и так. То есть, если у тебя есть мотивация, но мы сейчас немножко про мотивацию разделим кое-что, какие-то понятия. Если у тебя, если ты мотивирован, да, то у тебя это становится причиной, что такое мотивация? Помуждение к действию, да? То это становится причиной того, что ты начинаешь действовать. Но при этом, если человек находится в такой фазе, а такое бывает, случается и нередко порой, если человек находится в такой фазе, что он не чувствует сейчас какого-то там вдохновения большого, да, или мотивации, то можно, конечно, сидеть и ждать, пока тебя там по башке тёгнет мотивация, да? А можно просто ждать и без всякой мотивации начать что-то делать. И ты обнаружишь, это я вам гарантирую, абсолютно можете поставить эксперимент, вы обнаружите, что когда начинаете действовать, вы увлечётесь. и возникает увлечённость, которая становится как бы источником дальнейшей мотивации, то есть действует в оба конца. Но здесь, когда мы говорим про мотивацию, которая вот вечером есть после хорошего фильма, а ночь прошла и там бабах её нету. Ну, опять, ещё одну мысль всё-таки прежде скажу. Я про мотивацию всегда говорил так, что мотивация, ну, это не моя, наверное, фраза, наверняка, прочитанная где-то, мотивация, она как душ, как личная гигиенция. Ты же не купаешься один раз на всю жизнь, там, пошёл, искупался и там, ходи год там, как в смешных отчетках там или фильмах про Чукчу там. Нет, всё как раз не так. Нужно это делать постоянно, то есть ты каждое утро моешься и за счёт этого ты чистый на протяжении дня, там, до вечера. То же самое с мотивацией. Это процесс, который нескончаемый. Как ты не прекращаешь мыться, то точно так же ты не прекращаешь мотивироваться. Но это то, что касается мотивации. Вот здесь можно было бы такую тонкую грань попытаться провести между мотивацией и вдохновением. Это, конечно, тоже не моя фишка совершенно, тоже где-то прочитанная, услышанная. То есть говорят так, что мотивация, она похожа немножко на испорченный выключатель. В том плане, что пока ты подходишь и давишь на клавишу, свет горит. Но если ты с клавиши палец убрал, она раз, значит, отщёлкивается и свет не горит. Это мотивация. Эта мотивация это то, что ты прикладываешь к себе немножко такое внешнее. Вот пошёл там фильмец, фильмец посмотрел, замотивировался. На семинар поехал, замотивировался. Это всё надо. Я ни в коем случае не говорю, что это какая-то плохая мотивация или нет. Наоборот, это очень даже правильная и хорошая мотивация, которая при постоянном прикладывании к себе, когда ты её постоянно к себе применяешь, как подзаряжаешь себя, как батарейку. Подзарядился, пошёл. Разрядилась батарейка, подзарядился, пошёл. Но есть ещё вдохновение. Вдохновение, оно глубже. Вдохновение, оно стойкое. А вдохновение вообще у людей случается, вот, и происходит, когда они ощущают какую-то особо важную цель и даже не побоюсь сказать, что-то вот на уровне миссии. Когда ими двигаются. Не просто вот мотивация типа хочу денег заработать, машину купить, квартиру сменить. Всё это классно, абсолютно. Я не то, что не осуждаю, наоборот, я приветствую и настаиваю, что всё это должно быть. Вот такая мотивация. Но если вам удастся откопать в себе что-то более глубокое, более глобальное, то, что составляет, может быть, основу вашей личности и основной поблуждающий мотив всех вместе ваших действий, не только вас, то это может вылиться во вдохновение, когда у тебя есть осознание, ради чего ты живёшь, ради чего ты просыпаешься с утра. Ну, вот, как это у японцев называется, осознай там свой этот самый Экигай. Да, да, вот его самого я хотел вспомнить. Так вот, тогда, тогда вопроса нет, что оно на утро исчезнет. То есть, это не та мотивация, которая к утру может испарить. Вот, а если у человека так легко испаряется, то ему просто нужно купаться с утра, а не с вечера. Ну, то есть, если у него мотивационное видео смотреть утром. ему этот фильм, да, ему нужно утром смотреть, чтобы торкнулся с утра и на этой дозе побежал и отработал. А потом снова утром на столе. Ну, это тоже не мой совет. Я тоже миллион книг от очень авторитетных экспертов по личностному росту читал, когда они говорят, что нужно просто вставать чуть-чуть раньше, чтобы хотя бы 15 минут уделить тому, чтобы запрограммировать себя на день психологически. Это очень правильный пример. То же самое, как утренний душ. Поэтому с мотивацией вот такая история. Круто. то есть, ты как только хапнул энергии, очень важно сразу в этот момент начать делать. Это тот же самый вариант с кроссовками у кровати. С кроссовками у кровати. Ну, это все, что взять, зарядить аккумулятор и поставить его в гараже разряжаться. Какой смысл? Его нужно сразу поставить в автомобиль, чтобы он давал искру, там, соответственно, зажигание на двигатель. То же самое и здесь. Если ты аккумулятор заряжаешь, то его же нужно с какой-то целью заряжать, а не просто сейчас могу сказать чуть лишнее. Круто, хорошо. Ты сказал слово фильмец, у меня сразу зацепилась мысль, какой фильмец последний, какое кино последнее ты посмотрел, которое тебя вдохновило? Ну, это ты хорошо знаешь, потому что я у тебя просил совета. Буквально, когда это было позавчера, вчера, позавчера я попросил совета, ты мне посоветовал фильм Руди, и он меня очень сильно вдохновил. Очень мне понравился, потому что он не только достигаторстве в принципе, а именно такой душевный, очень человечный. Мне очень понравился. Я там даже сидел, у меня глаза были на мокром месте, и потом моя дочка сказала, ой, папа плакал, как девчонка. Но, тем не менее, ты его рекомендуешь, этот фильм? Абсолютно. Это очень хороший фильм, который показывал именно внутренние переживания, как он был готов отступиться. Все через это проходят. У каждого человека, когда он идет к какой-то большой цели, когда к чему-то важному движется, могут наступить моменты разочарования, и в них нет ничего такого, как сказать, людям кажется, что у них этого не должно быть. Но это глупо. Они все должны, все это должно быть в своей личной, человеческой, профессиональной истории. Все это, как раз, наоборот, должно быть, чтобы преодолевая все это, ты достигал успеха. И вот как этот парень стремился к осуществлению своей мечты, и он делал все ради этой мечты, и вот у него как раз не было никакой ни брезгливости, ни разборчивости от того, что это буду, это не буду, это хочу, это не хочу, это далеко, это трудно. Наоборот, все самое трудное, он шел и делал, потому что он мечтал хотя бы на йоту, хотя бы на миллиметр придвинуться ближе к своей мечте. И это очень поучительно. Спасибо за рекомендацию. Друзья, для тех, кто заинтересовался, это спортивная драма, которая называется «Орудий», фильм 1993 года. Да, это не про «Орудий». параллельно, очень много хороших комментариев, очень многие пишут о том, что Александр Адамидис мой ментор, мы растем на ваших выступлениях и так далее. Наша команда Назым пишет о том, что гордится своими наставниками, очень много хороших комментариев. И был еще один вопрос, вот в момент, когда ты говорила, что бывают разочарования, удивительно, потому что буквально до этого, за несколько, за минутку буквально возник вопрос, разочаровывали ли вас люди. Бывали у тебя такие ситуации, что тебя люди разочаровывали? Я думаю, ну вообще в жизни, наверное. Вы знаете, бывали 100%, но сейчас у меня возникает большой соблазн повторить то, что сказал Рафик Мамедов, потому что у нас недавно был эфир с Рафиком Мамедовым, и я просто снимаю шляпу, то что его ответ был самый лучший. Он сказал, вы поймите, это по большому счету не разочарование, это разрушение иллюзий. У тебя была определенная иллюзия по отношению этого человека. Мы сами выстраиваем все наши иллюзии. Нам кажется, что человек нам дает повод, а на самом деле вся эта каша варится исключительно в нашей голове. И зависит исключительно из того, каким способом ты реконструируешь мир, какую иллюзию ты будешь создавать по отношению каждого человека. Мы приписываем, разные названия даем, чуйка, интуиция, логика, все это в общем достаточно сложная тема, но на самом деле я еще раз говорю, это все зависит от типа реконструкции. Вот ты в силу своих каких-то убеждений, а не по его поступкам, ты создал себе иллюзию, что вот с ним я сейчас тут горы свернем, все такое, как у меня Леонора любит говорить, они классные девчонки. Я говорю, у тебя все классные девчонки, но это ни о чем. Можно быть классной девчонкой и можно совершенно не подходить для бизнеса, одно другому не мешает, очень даже спокойно сочетается. С классными девчонками можно дружить, ходить на море там, не знаю, в кафе, но бизнес с классными девчонками не построишься, она просто классная девчонка и больше про нее нечего сказать. А вот Рафик сказал, что это разрушение той иллюзии, которую ты сам себе выстраивал, а значит это не должно быть разочарованием в конечном итоге. По большому счету нужно радоваться, что ты выздоравливаешь, избавляешься от иллюзий. Но вот таких выздоровлений у меня было достаточно много в этом бизнесе. Могу сказать, что я не жалею. Вот честно, знаете, я иногда, ну может быть, раньше, не знаю, слушал людей и когда они рассказывали, что там с ними произошло что-то совершенно ужасное или драматичное, они потом говорили, что я об этом не жалею. У меня все время были сомнения, насколько искренне этот человек сейчас делает заявление, что он не жалеет об этом. Потому что очень уж драматично все. Ну вот я вам искренне совершенно говорю, что обо всех вот этих вот ситуациях, разрушения иллюзий, когда люди уходили из бизнеса там, когда с людьми там многие годы вкладывался вроде в его успех, а потом это не приводило ни к чему и заканчивалось чем-то там каким-то раздором. Да, это, я не жалею об этом. Почему? Потому что я это все кладу в копилку своего жизненного опыта. это те ступени, те шлифовальные камни, которые меня шлифовали, те ступеньки, камни, из которых я делал ступеньки, чтобы двигаться наверх. То есть, так или иначе, все вот эти истории, все эти взаимоотношения, ну, в конечном итоге они формируют, вот как бы странно это не показалось сейчас, во мне, по крайней мере, ощущение такого глубокого оптимизма вообще по жизни. Вот парадоксально. Круто. Да. Нет, это абсолютно, с моей точки зрения, вообще не парадоксально. Тем не менее, когда ты понимаешь, что ты прошел уже через множество самых разнообразных, очень сложных, порой трудных, иногда огорчающих ситуаций, и ты продолжаешь двигаться вперед, и солнце светит на тебе радостно, ты понимаешь, что жизнь прекрасна и очень оптимистична. Понятно, хорошо. Едем дальше. У нас еще есть 10 минут. Смотри, такой вопрос, ты уже упомянул о том, что вот Рафик Мамедов недавно выступал, это твои внутренние конференции, я делаю пояснение для всех, для своей команды, то есть, когда Александр проводит большие конференции для своей команды онлайн, и у тебя было уже несколько лидеров, уникальных совершенно личностей, предпринимателей, как ты думаешь, что, вот на твой взгляд, объединяет мысли этих людей, вот если как-то посмотреть, они все очень разные, что общего они говорили, какой вот общий месседж у них был, какое общее сообщение из того, что они сейчас проговаривали у тебя на конференциях? Ну, это действительно так, они очень разные все, очень разные, но тем не менее, есть определенные общие черты, которые всех объединяют, ну, всех успешных людей, наверное, не только предпринимателей в нашем бизнесе, вот, но опять же, у меня есть соблазн, я недавно слушал интервью, которое брал Боря, тык штат, у Сашки, Почпадрах, и она сказала вот такую хорошую фразу, она же изобретает слова русские, мне это очень нравится, и всем, я думаю, нравится, она сказала, я не сдаваемая, вот эта вот не сдаваемость, это одно из главных черт, объединяющих всех успешных людей, то есть, разница-то в чем между успешными и неуспешными, успешный человек, когда встречается с препятствием, это его мобилизует, и у него мозг сразу начинает судорожно соображать, как это препятствие нужно преодолевать и какие есть варианты, а у неуспешного человека сразу начинается паника в плане того, насколько это высокое или широкое препятствие и какие трудности меня ждут в его преодолении, то есть, это принципиально разный подход вообще к тому, что с тобой происходит в жизни, вот это вот такая целеустремленность и не сдаваемость, то есть, когда есть цель, цель должна быть достигнута, вот и все, вот это, это настолько аксиома жизненная успешных людей, что если у тебя появляется цель, то ее нужно достигать, а в противовес другим, у которых появляется цель, они сразу начинают, вот я еще раз говорю, там замерять, взвешивать, какие трудности там их ждут и насколько все это ему обойдется, еще не начав даже двигаться, человек сам себя тем самым всячески отталкивает, ослабляет свою психику такими мыслями. Человек успешный сразу реализуется, начинает думать, как это можно преодолеть, как это решать. А еще один очень важный момент, конечно, это то, что большие лидеры, у нас выступали именно большие лидеры, они все думают о других. Особенно вот в этой ситуации, вот сейчас, да, ситуация с коронавирусом, все такое прочее, вот, они сейчас максимально сфокусированы на том, как помогать, как поддерживать партнеров, как, и все мысли, фактически, страна вечера именно о партнерах. Как их продвигать вперед? Ну, если бы я еще подумал, может, еще бы что-нибудь придумал. Ну, вот так, наверное. Хорошо. И еще один вопрос, и потом мы пойдем, наверное, к Блицу. Совет начинающему предпринимателю. Вот пришел новый человек к тебе за советом. Что ты ему порекомендуешь? Во-первых, я бы порекомендовал ставить смелые цели. То есть, цель должна быть смелая. Цель должна быть такая, которую так хочется, что аж зубы сводит. Желание. Это должна быть цель, которая действительно вызывает в тебе горячее желание, чувство, затрагивает твои эмоции. Ты горишь, когда ты о ней думаешь. Вот такая должна быть. И, конечно, принять решение. Принять решение, что совершенно не имеет значения, сколько там подъемов, спусков, поворотов, еще чего я встречу по дороге, я обязательно дойду. И третье, верить в себя. Ну, это вот созвучно с решением, это надо верить в себя. Вот это основное. А остальное, ну, оно как бы само собой разумеется. Нужно учиться, нужно действовать по системе, но это уже более такие практичные, приклонные вещи. А вот общие и глобальные, это то, о чем я сказал. Это должна быть яркая цель, это должно быть принято непреклонное, безукоснительное вообще решение, неотступное, что оно будет достигнуто. Не нужно всячески верить в себя. То есть, даже если ты не веришь, люди говорят, я не верю в себя. Я говорю, начинай. Хорошо. Начинай. Вот с сегодняшнего дня прямо начинай. Делай все, чтобы эту свою самооценку поднимать и веру в себя укреплять. Хорошо. Ну что, поедем тогда к Блицу. Короткие вопросы, короткие ответы. Три самых больших персональных достижения. Ну, наверное, самое большое мое достижение в жизни персональной это моя дочь. Почему? Потому что мы очень долго занимались учебой, ездили по разным городам, жили в общагах и не придавали никакого значения вообще тому, что нужно, в общем, заводить потомство детей. Об этом мы не думали, мы думали о другом. Потом мы не успели закончить учебу, переезжали в Грецию, нужно было становиться на ноги. и потом мы столкнулись с таким моментом, что мы уже живем, как оказалось, большое количество лет совместно, а детей нет. И вот тут уже мы начали суетиться. Ну и, в общем-то, я думаю, самое, почему это достижение? И в каком смысле достижение? Достижение в том, что я, например, лично никогда не терял веру. Вот несмотря на то, что как бы объективно, когда мы уже оглянулись назад и подумали, опаньки, мы что делаем-то? Сколько лет уже? А мы вообще туда не смотрим, в эту сторону. И обычно люди, когда, допустим, живут, там пары семейные, то есть они уже называются там бездетными, это же клеймо такое, да, бездетные там семейные пары, там 5, 6, 7 лет, после 7 лет уже никто не пытается. Заводят собачку и успокаиваются. Вот. Но у нас прошло больше 20 лет, и я тем не менее все равно психологически, внутренне, душевно не был настроен ни на какую собачку, я знал, что у меня все равно будет ребенок. Вот. И вот это, самое главное достижение именно в вере. Вот. Что я хотел подчеркнуть, это вера, которая не сломалась, несмотря на какие-то вот такие факторы. А потом, не знаю, второе достижение, переезд все-таки. Я считаю себя богатым человеком в смысле того, что мне удалось в жизни прикоснуться к разным культурам, пожить в нескольких странах, и я считаю, что это большой такой глубокий человеческий опыт. И это очень сильно расширяет горизонты и трансформирует мышление. То есть, когда ты общаешься, когда ты взаимодействуешь с разными культурами, народами, людьми, это обогащает. Вот это, наверное, тоже большое достижение такое личное, я бы сказал. Ну, что еще? Не знаю. Вот это квартира, наверное, мое личное достижение. Не потому, что там она сама квартира, да, и не по квадратным метрам, и ничего подобного, а потому, что здесь почти все сделано моими руками. И опять же, не потому, что я горжусь этим, что у меня руки хорошо работают и с того места растут, как говорят, а потому, что за каждым уголком стоят какие-то изобретения. То есть, не было ничего такого банального. Все нужно было придумывать. И я иногда ночами, не скажу, ночами, я когда проектировался проект вообще этого дома, я нарисовал 15 нарисовал. Я брал ватманы, я ко всему подходил серьезно, как инженер. Я брал ватманы в масштабе, со всеми условными обозначениями. Я же знаю, как окна изображаются, как двери изображаются, какие есть условные обозначения для всех архитектурных чертежей. Да, я нарисовал 15 архитектурных проектов этой квартиры и потом такой же и не спал. Я прямо, я ночами их рисовал. Я их раскладывал, эти ватманы там прижимал, чтобы они не сворачивались трубочку там тяжелыми предметами, брал длинные линейки и рисовал. И потом точно так же я делал каждый угол. даже камин, который стоит там за моей спиной, это действующий камин, чем я очень горжусь. У него обалденная тяга совершенно в любую погоду. Он с одной спички сразу вспыхивает. Вот, и он полностью сделан моими руками. Ну, и все, полы там и так далее. Это тоже вот, я забываю потом, с годами уже не вспоминаешь об этом, но тем не менее, здесь каждый угол, везде были приложены мои руки, все было сделано не так, как предполагалось изначально главным застройщиком. И я сюда ходил буквально год, а то и больше, как на работу, со всеми рабочими рано утром и целыми днями здесь, если тебя что-то мастерил. Вот, тоже, наверное, мое такое достижение. Не знаю, вот это. Это три персональных достижения. А три самых больших профессиональных достижения? Не, ну, безусловно, это наш бриллиантовый уровень. Наверное, профессионально на первое место нужно поставить, потому что мы, эта цель была исключительно амбициозная. У нас, мы не хотели просто стать бриллиантами, мы хотели именно и конкретно стать первыми бриллиантами Греции. И это большая разница, потому что просто бриллиантом так иначе можно стать в любое время, и это вообще не вопрос. Но мы хотели, да, именно вот так амбициозно, может быть, опять же, из гордыни какой-то, да, из горделивости, мы хотели перевернуть страницу истории Амвэй в Греции или написать свою страницу, такую важную в этой истории. И я вот помню, я когда был в Америке, в Нью-Йорке, я такую фразу сказал, потом один парень, он тоже из иммигрантов, он мне очень благодарил за эту фразу. Я говорю, в каком-то смысле я, наверное, брал реванш. Реванш какого плана? Когда я приехал в Грецию, я уже рассказывал, я себя чувствовал достаточно униженным, потому что внезапно из достаточно хорошего такого социального места в жизни. Ученый, на гафедре, преподаватель. И вдруг пришлось сигануть так низко в плане того, что материально мы были обеспечены, когда приехали в Грецию. Но при этом именно адаптационный период на меня очень сильно и драматично влиял, когда мне нужно было ходить и чувствовать себя очень униженным, когда я не могу объясниться в инстанциях. Когда меня бывают отправляют по кабинетам, а я как баран стою и не понимаю ни одного слова. И я себя чувствовал ну просто отвратительно, это очень тяжело описать словами, невозможно через какую Голгофу я проходил. Это мое видение мира, опять же. Были люди, которые к этому относились совершенно спокойно и вообще не страдали может быть нисколечки. А я извелся весь, потому что для меня это было ужасное состояние чувствовать себя таким вот неприспособленным. и вот в этом смысле, конечно, когда мы задумались, что мы можем в этой стране, в которой мы так трудно начинали с такого психологического момента, можно взять реванш и вот в нашей отрасли, в конкретной нашей профессии стать номер один в стране. Конечно, это нас очень сильно поджигало. Поэтому вот это, наверное, такое достижение большое. Что еще можно назвать большим профессиональным достижением? Ну, я, например, как бы это вот не показалось, я, например, очень вначале избегал публичных выступлений. Ну, я рассказывал, кто слышал мою историю, когда меня первый раз попросили выступить на школе. Это был единственный раз за всю мою жизнь, когда я не пришел на школу. То есть я сказался больным, соврал и не пошел на школу, потому что я был там читать маркетинг-план. Я всячески этого избегал. И потом у меня была присказка, я всегда говорил, что вы мне деньги мои платите исправно, вот, а сцены без меня обойдется. То есть мне там как бы делать нечего и туда таскать меня не надо. Но здесь тоже был один отягощающий фактор, все-таки у нас же все по-гречески, и разговаривать нужно было по-гречески, это же не просто разговор там на бытовые темы, это такие, опять же, мотивационные какие-то еще что-то. И для меня это был совершенно непреодолимый барьер, потому что, ну, языка такого обширного и богатого греческого у меня не было. Это тоже меня колбасило очень сильно по отношению к сцене. Ну и, наверное, вот второе большое достижение, то, что, в принципе, я все преодолел, и были моменты, когда я выступал на очень больших сценах, на много тысяч людей, бывало даже на двух одновременно там площадках больших, проводил семинары, где я был главным гостем. Ну, в общем, наверное, да, я могу этим гордиться, потому что, начиная с большого страха и с большого препятствия, я вышел за эти препятствия и, ну, достиг неплохих для себя результатов. И поэтому я часто говорю, вот даже в основном, базируясь на этом своем жизненном опыте, я говорю, что очень часто за вашим самым большим страхом лежит ваш, может быть, самый большой, ну, не талант, скажем так, какое-то качество очень важное для вас. Поэтому, когда вы очень сильно боитесь, вполне возможно, стоит пойти и сделать это, и ты сможешь обнаружить с огромным удивлением и с радостью для себя, что за этим скрывалась какая-то большая твоя возможность или способность. Вот, это еще одно такое достижение. но я считаю, что такое главное, опять же, достижение это большая команда. Большая команда. Ну, мое большое достижение профессиональное это ты, то, что ты пришел в бизнес. Я не могу сказать, конечно, что я там сильно много поработал, но, наверное, скорее наоборот, потому что я не прессовал тебя и не трамбил без конца и не вызвал у тебя тем самым жуткого негатива. Вот, может быть, ты поэтому пришел. Ну, так или иначе, тоже. За это тебе спасибо отдельное, да. Да. Ну, вот так. Хорошо, у нас тут в перерыве подключаются люди, я всем привет, подключился, кстати, Рафик Мамедов, тоже он поприветствовал, я не хотел тебя перебивать. Привет. И еще у нас другое подключился. Подписываю. А, вот сейчас нормально, да? Ты меня слышишь? Сейчас, да. Три совета себе 25-летнему. Три совета себе 25-летнему? Ну, главный это 100% рискуй. Вот это, может быть, три даже не скажу, а один скажу точно. Рискуй. То есть, больше смелости. Ничего не бойся, иди пробуй, пробуй все. Ну, как бы в разумных пределах. Да, я не имею в виду пробуй наркотики, да? Но я имею в виду пробуй все. Уйди за любое дело. Хватайся, не бойся, не рассуждай слишком много. Я все-таки был достаточно осторожный, но в силу воспитания. Вот тоже парадоксально. С одной стороны, я делал совершенно безрассудные вещи, абсолютно безрассудные, и со стороны можно было бы назвать меня безбашенным, если бы только внешне оценивать мое поведение. Но если кто-то заглянет вовнутрь меня, при всей такой внешней оценке безбашенности, я был при этом очень переживательный и осторожный. И, не знаю, может быть, это в каких-то случаях меня даже жизнь сохранило, но с другой стороны, я могу сказать, все равно мой совет себе 25-летнему, рискуй. Рискуй, ничего не бойся. Иди и делай, пробуй. Ничто не является ошибкой в этой жизни. Ничто. Все называется опытом. И это все тебя обогащает. Ну, вот на три, наверное, я не раскручусь, а вот один такой совет. Нет, но он по емкости, по масштабу, наверное, все три легко тянет. И три совета себе сегодняшнему. Ну, главный совет – это береги здоровья. Как бы это ни парадоксально звучало, но я могу сказать, главный совет – это береги здоровья. Причем, потому что это ресурс, это главный ресурс. Все остальные способности, качества, мечты, цели, мотивация при отсутствии здоровья обнуляют. Просто обнуляют. Они просто теряют всякий смысл. Нету смысл. Нет здоровья – нету ничего. Вот. Поэтому здоровье – это главный ресурс, его нужно сохранять, для себя нужно его сохранять, для семьи, для ребенка нужно сохранять. Ну, вот, наверное, себе сегодняшнему я бы такое бы посоветовал. Вот. Может быть, еще кое-что посоветовал, но сейчас я в раздуме. Хорошо, но мы тогда еще два вопроса из Блица заменим, потому что здесь вопросы возникают еще по ходу. как это работать с братом? Превосходно. Я бы вам всем такого пожелал, если бы у вас был такой брат, как у меня. Это превосходно. Ну, я думаю, что для многих вообще, на самом деле, это актуальный вопрос, потому что, ну, кого-то там близких, люди, кто-то с детьми хочет работать, допустим. Ну, не знаю, есть какие-то особенности или нет? Вопрос всегда развепляется. Если вы хотите работать со своими детьми, здесь самое главное, то, что я сказал до этого, не вызвать у них неприязнь к бесконечным приставаниям. Если вы хотите завести в бизнес, ввести в бизнес или привлечь, то единственный, ну, точнее, самый правильный способ, это вам достичь каких-то серьезных, впечатляющих результатов и этими результатами показать наглядно, что это стоящий бизнес. Я видел на практике, что большинство действует через уговоры. То есть, ну, давай, ну, ты чё? Ты чё, дурак? Там, счастья своего не понимаешь. Если бы ты пошел на один бы семинар, у тебя бы там глаза открылись, уши открылись, там, и всё такое прочее. Но эти вот разговоры, они малоэффективные, потому что здесь есть проблема отцов и детей, есть проблема поколений, есть проблема нет пророка в своем отечестве, и многие-многие другие ещё наслаиваются в дополнительные темы, которые не дают молодому человеку стимула пойти и вот на эти уговоры откликнуться. А вот реальные результаты, когда у вас есть результат, когда у вас есть какое-то материальное достижение, когда вы его повезли в путешествие, например, вот это вот то, что действительно может повлиять. Ну и один из вариантов, можете так по-хитрому возить на семинары, ну типа того, что мы же тебя дома не оставим, поехали с нами, будешь там, ну посидишь. И ещё один важный такой, наверное, не то, что важный, а один из таких лайфхаков под современную ситуацию, это вот когда у многих из старшего поколения, там моего возраста постарше, возникают проблемы с диджитализацией, да, с цифровизацией бизнеса, просите у них помощи, и таким образом хотя бы косвенно они будут где-то ближе к этой теме, просите там сделать вам аккаунт, обсудите с ним ненавязчиво темы, скажите, чтобы тебе помочь, я хоть тебя чуть-чуть в курс делаю в виду, там, попытайтесь, чтобы он какую-то свою экспертность в плане цифровизации, там, бизнеса смог проявить на вашем бизнесе вам на пользу, и таким образом могут возникнуть какие-то точки соприкосновения, может быть, вот, а так работать, понимаете, вот так сказать, огульно работать с братом, все зависит от того, какие отношения, ну, как бы вне бизнеса и до бизнеса были, да, поскольку у нас были прекрасные взаимоотношения, очень доверительные, очень открытые, очень близкие, то, конечно, когда мы пришли в бизнес, это привело к тому, что они стали еще лучше, еще более насыщенными, и больше тем стало, вот, вот это вот, а общей такой рекомендации, как бы общего правила не существует. Александр, большое спасибо, мы уже, то есть я уже на 10-13 минут больше своего времени, чем обещал, занял, спасибо огромное за то, что нашел возможность прийти на эфир, за прекрасные ответы, я в ближайшее время это видео склею, обработаю, сделаю тайм-коды и повешу на YouTube, ну, и в завершении, если можно, какое-то пожелание нашим зрителям, всем тем, кто нас смотрит, и тем, кто нас посмотрит в записи. Ну, я бы все равно остановился вот на этом совете действуй, и действуй как можно более активно. Ищи свое вдохновение, не находишь, значит, начинай действовать без всякого вдохновения. Здесь, в конечном итоге, все решит уровень активности. То есть, когда ты начинаешь действовать очень-очень активно, ну, не совсем там молотить там руками с закрытыми глазами. Глазки должны быть открыты, и молотить надо немножко обдуманно, но тем не менее, чем больше ты будешь молотить, тем с большим количеством ситуаций ты соприкоснешься, тем богаче и силенее и мощнее будет твой опыт. Таким образом, твое обучение, которое будет происходить именно из практики, это будет твой самый большой багаж, твое самое большое достояние. И когда ты будешь все время в максимальной тотальной активности, у тебя легче будет потом получаться и цель ставить, у тебя самооценка будет возрастать постоянно, перманентно, это очень важно. Поэтому поддерживать высокий уровень активности, очень смело обращаться к людям, звонить, встречаться, там, зумы, осваивайте технику, идите как можно активнее вперед. Тем более, мы сейчас живем в такую эпоху и как Бугачева пела «То ли еще будет ой-ой-ой». Почему? Потому что вот мы сейчас живем такие трансформации жизненные, причем скачкообразные, когда мир будет меняться скачкообразно, вот такими скачками, прыжками вперед. И здесь только успевай, адаптируйся. Поэтому даже вот условия, среда, в которой мы сейчас оказались, и вот, скажем, этап, на котором мы находимся, вот эти экспоненциальные такие скачки роста нашего, прыжки, когда будут очень многие специальности исчезать, прямо на глазах, допустим, растворяться, когда очень многие навыки будут требоваться немедленно, вот как сейчас самый такой простой банальный урок показал нам, насколько нам необходимо осваивать, допустим, все цифровые технологии онлайн-подходы. Поэтому будь активен, обучайся, будь очень флексибл, будь очень мобильный, гибкий, развивай в себе гибкость, отказывайся легко от убеждений, которые, одно дело ценности, другое дело убеждения, убеждения, так иначе все новейные, легко отказывайся от убеждений, которые ты видишь не проходят проверку твоим опытом на практике, двигайся вперед смело, и тогда твоя жизнь будет по-настоящему прожита не зря, будет насыщена, богата, и ты смело сможешь потом сказать, что да, все это было не зря, и за все это я благодарен. Спасибо огромное за такую замечательную, за такое замечательное резюме. Друзья, всем большое спасибо за внимание, ждите публикации этого эфира теперь уже на ютубе, всем до связи, Александр, спасибо огромное, очень-очень ждем новых встреч, но мы с тобой встретимся очень скоро, вот, да, всем удачи, всем счастливо, будьте здоровы, и до связи, до следующего эфира, следующий эфир у нас завтра, и следующий эфир у меня будет с генеральным директором Амвэй Казахстан, Ларисой Волоконцевой, я еще сделаю на эту тему анонс, мы сейчас пока уточняем, где на каком канале это будет, но скорее всего это будет тоже на моем канале, до связи, Александр, спасибо, и всем счастливо. Я хоть и не имел возможности прочитать все отзывы, но я вижу там очень много, и смайлики, я вижу, спасибо всем большое, я это все прочитаю обязательно. Всего доброго. Счастливо, пока. Пока. Счастливо.